Программа Программа Здоровье, знакомство, покупки, природа, ну и так далее. И тут же мы видим, сколько слов находится в каждой категории и сколько слов выучено нами. Выбираем категорию, например, «Здоровье». После того, как вы запомнили слово, внизу экрана нажимаем кнопку «Следующее слово». И так до тех пор, пока не появится мини-тест. В тесте представлено слово на чешском языке. Нужно из вариантов ответа выбрать «Правильный» на русском. После того, как вы одно и то же слово два раза в тесте укажете правильно, внизу экрана оно зачтется как выученное, и в базе обучаемых слов вам больше не попадется. Если за обучение берется другой пользователь, то результаты выученных слов можно сбросить. Таким образом, вы выучите полторы тысячи слов, находящихся в постоянном обиходе. Вернемся в главное меню и выбираем категорию «Тестирование». Здесь вы можете себя проверить, насколько вы запомнили слова, как по категориям, так и по всем разделам одновременно. Через главное меню заходим в раздел «Грамматика». Здесь можно ознакомиться с правилами чтения, алфавитом, правилом ударения в чешском языке и другой полезной информацией по произношению и написанию. Через главное меню заходим в категорию «Разговорник». Этот раздел особенно будет интересен путешествующим по Чехии. Выбираем нужную категорию, например, «Гостиница» и легко заказываем нужный номер. «Хтел бы их зарезервовать двулушковый покой на имено Павлов» или попросим вызвать такси. «Заволайте ми-такси просим». Через главное меню заходим в категорию «Словарь». При помощи кнопки «Изменить» меняем словари из русско-чешского в чешско-русский. Словарь можно просматривать при помощи алфавита и прокрутки. Например, на букву «С» в «Садовник» будет «Заградник». Меняем словарь на чешско-русский. Ищем слово «бабечка». По-русски «бабка». При помощи поиска можно сделать всё быстрее, если знаете, что искать. Например, ищем слово «турист». По-чешски «туриста». Аналогично в чешском словаре набираем «Заграда». Получаем «Огород». Таким образом, в вашем распоряжении 40 тысяч слов. Оставшаяся категория в главном меню «Полезная информация». Эта категория тоже разбита на разделы «Такс-фри», «Валюта», «Банки», «Достопримечательности», «Таможня», «Курорты Чехии», «Кухня», «Транспорт» и многое другое. Вы здесь подчеркнете информацию, какая валюта в Чехии, где её можно менять по выгодному курсу, как работают банки и так далее. Если вы первый раз в Чехии, то вы откроете для себя топ-лист чешской кухни и узнаете, как эти блюда заказать на чешском языке. Если вы передвигаетесь общественным транспортом, то узнаете, как работает метро, автобусы и трамваи, как и где купить билеты. Эта программа будет вашим персональным гидом по пражским достопримечательностям и курортам Чехии. А на карте вы сможете обнаружить себя и подобрать короткий маршрут к интересным местам, окружающим вас. И главное, всё это не потребует постоянного подключения к интернету. Вам достаточно один раз обнаружить себя на карте, и дальнейшее подключение к интернету не потребуется. Изучайте чешский язык с лёгкостью, и пусть ваше путешествие будет комфортным с программой «Чешский ОК». ОК. Продолжение следует...